Уважаемые коллеги! В 15.30 по воскресеньям курс «Лечебное питание. Природа для восстановления здоровья». Научный руководитель Стримауков Анатолий Анатольевич. В 16.00 курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. В 16.30 курс «По кардиологии». Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». В 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Замбак и доцент Дементьев Александр Анатольевич. В 18.00 курс «Нефрологии». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. В 18.30 объединенный курс «Нефрология для медиаторов». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. С нами всегда просто и удобно. В 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримахов Анатолий Анатольевич. В 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. В 20.00 по воскресенью курс «Живые легенды». Уникальное интервью с грифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера «Ассоциации педиатров» на сайте www.edodefispediatrics.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Сирано». Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию сегодня представляется доклад на тему «Острое почечное повреждение у детей». Сегодня мы осветим следующие вопросы. Это анатомия и функции почек. Чем различаются термины «острое почечное недостаточность» и «острое почечное повреждение»? Поговорим о причинах и диагностике ОПП. Как известно, структурно-функциональной единицей легкие являются альвеолы, печень и печеночная долька, а почек – нефрон. Каждая почка содержит около 1 миллиона нефронов. И каждый нефрон состоит из бочка, сосудов и канальцев. Для того, чтобы правильно понимать природу развития ОПП, необходимо знать функции почек, которые выключаются по мере развития различных очередных стадий «острого почечного повреждения». Какие основные функции почек? Это экскреторная функция по выведению продуктов азотистого метаболизма, лекарств, токсинов. Это гомеостатическая функция по поддержанию водного, электролитного и кислотно-щелочного равновесия. Это эндокринная гормональная функция, секреторная, которая заключается в синтезе ренина и поддержании артериального давления, в синтезе эритропоэтина, который необходим для синтеза гемоглобина, а также в простагландинах, которые играют противоположную роль ренину и направлены на расширение сосудов. Также эндокринная гормональная метаболическая функция, которая также хорошо всем известна, которая заключается в метаболизме витамина D в его активную форму. Итак, что такое ОПН? ОПН – это синдром внезапного снижения гламурулярной фильтрации различной антиологии, который сопровождается задержкой в крови продуктов азотистого обмена, нарушениями водно-электролитного, кислотно-основного равновесия и других гомеостатических константов. То есть, как правило, ОПН мы говорим, когда есть тяжелое повреждение почек с нарушением функций по подтверждению гомеостаза в организме. Что же такое острое почечное повреждение? Это тоже синдром внезапного снижения гламурулярной фильтрации, различная антиология, которая сопровождается повышением кретинина крови на 26,5 микромоль на литр в течение 48 часов или повышением уровня кретинина в полтора раза от исходного, если он был известен, или измеренного в предыдущие 7 дней, или снижением диуреза менее 0,5 мл на килограмм в час в течение 6 часов. Термин «острое почечное повреждение» был предложен для клинической практики с целью обращения внимания докторов на повреждение функций почек еще на более ранних стадиях, когда не нарушены все гомеостатические функции почек, а есть возможность при своевременной диагностике и лечении вернуть функцию почек в норму. На сегодняшний день классифицируют три стадии острого почечного повреждения, и они разделяются, одна часть в зависимости от уровня кретинина в крови, и вторая в зависимости от диуреза или скорости мочеотделения. Если первая стадия классифицируется при повышении уровня кретинина сыворотки крови в 1,5-1,9 раза от исходного уровня в предыдущие 7 дней, или, как я уже говорил, на 26,5 мкм в течение 48 часов. Вторая стадия при повышении кретинина от 2 до 2,9 раза, и третья более трех раз выше исходного уровня, или выше чем 353,6 мкм на литр, или начало заместительной почечной терапии, или у детей в возрасте до 18 лет снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации менее 35 мл в минуту на стандартную поверхность тела. Когда мы диагностируем ОПП, мы обязательно оцениваем и скорость диуреза. Вы это видите справа в таблице. Развитие олигурии в течение 6-12 часов меньше 0,5 мкм в час – это первая стадия. Если это больше 12 часов – это вторая стадия. А если снижение меньше чем 0,3 мкм в час за 24 часа, или анурия более 12 часов, то мы говорим о третьей стадии ОПП. Как быть, например, если у нас есть повышение уровня кретинина, которая соответствует второй стадии, а скорости мочеотделения, например, анурия, уже более 12 часов. Тогда из этих двух столбцов мы выбираем наиболее тяжелую. То есть если анурия больше 12 часов, то мы тогда говорим о ОПП третьей стадии, поскольку нередко кретинин запаздывает его повышение по отношению к снижению скорости мочеотделения. Я хочу привести несколько примеров и показать, насколько важно было введение этого термина ОПП по сравнению с ОПН. На данном слайде ребенок 11 лет, который поступил с гастроэнтеритом в больницу. Мы видим, что при поступлении уровень кретинина был 55, через двое суток он стал 62. 62 – это ниже возрастной нормы, но поскольку увеличение его произошло на 27 микромоль на литр или увеличение на 1,8 раза по отношению к исходному, то через двое суток мы можем этому ребенку поставить диагноз ОПП первой стадии. И это требует обращения внимания на то, как лечится этот ребенок. Возможно, что неадекватная инфузионная терапия. Возможно, ребенок получает какие-то нефротоксические препараты. И своевременно исправив этого, мы можем предотвратить последующие повреждения почек. В данном случае на это не обратили внимания, поскольку уровень кретинина был в норме. А в последующем, через 7 суток, уровень стал 112 кретинина. И если мы оцениваем по классификации ОПП, то мы видим, что это повышение уровня больше, чем в 3,2 раза по сравнению с хутом. И это говорит о том, что у ребенка ОПП третьей стадии. О том, что имеется серьезное повреждение почек. Почему именно кретинин является важным маркером острого почечного повреждения? Дело в том, что для того, чтобы кретинин повысился в крови, необходимо выключение 50% суммарных нефронов обеих почек. То есть понятно, что если выключится 20 или 30% этих нефронов, мы не будем видеть увеличение уровня кретинина в крови. Однако степень увеличения кретинина будет показывать, что еще при нормальных цифрах кретинина, что надо что-то предпринимать, потому что имеется уже какой-то патологический процесс. Я хотел бы представить также для вас нормальные уровни кретинина. Понимая, что даже в своей лаборатории, в своей клинике мы не пользуемся оптимальными цифрами, которые должны быть. Эти цифры кретинина, вне зависимости от того, каким методом он определялся, ярфа или ферментативным, но самое главное, что эти цифры для кретинина, которые определяются стандартизованной методикой по IDMC. И как мы видим, до 12 лет уровни нижний и верхний, как кретинина, как для мальчиков, так и для девочек одинаковый. А вот уже с 13 лет мы видим, что уровень кретинина для мальчиков выше, чем для девочек. И второй пример, с которым чаще всего встречаются наши доктора, педиатры в небольших клиниках, когда пациент поступает уже в клинику и имеет какое-то повышение кретинина. Как оценить, есть ли у ребенка ОПП или нет у ребенка ОПП? В данном случае ребенок с гемолитическим лимическим синдромом в возрасте 1 год. И мы видим, что вроде как цифра 82,6, да, это имеется небольшое повышение. Если мы посмотрим на тот уровень, верхний уровень кретинина, который дает наша лаборатория, то мы видим, что повышение кретинина в 1,1 класса и понимаем, что, в общем-то, не попадает в критерии ОПП. Однако, если мы оценим этого ребенка уже по мере разрешения ситуации, то мы видим, что он выписывается из стационара с цифрой кретинина 28,7. И сейчас мы понимаем, что все-таки его истинный уровень кретинина, именно вот эта цифра, и если мы пересчитаем на начальный уровень кретинина при поступлении в стационар, то мы видим, что это повышение в 2,9 раза. То есть ребенок поступил в центр с ОПП второй стадией. На это надо обращать внимание и очень тщательно относиться вот к этим цифрам, потому что если у вас нет исходного уровня, вы считаете степенью увеличения кретинина в зависимости от верхней возрастной нормы ребенка. И эти нормы должны быть четко определены в вашей клинике. Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание. Мы не можем говорить о ОПП, не владея терминологией. Что необходимо знать? Это понятие ольгурии. О ольгурии мы говорим при снижении скорости мочи отделения меньше, чем 1 млит на килограмм в час у детей до одного года жизни, меньше 0,5 млит на килограмм в час у детей старше одного года, и у подростков и взрослых менее 400 мл в сутки. О ольгурии мы говорим, если это скорость мочи отделения меньше 0,15 млит на килограмм в час или его полное отсутствие. Полиурия – это при суточном диурезе более 1500 мл на метр квадратной поверхности тела ребенка в сутки. На сегодняшний день выделяют три основные группы причин развития ОПП. Это преренальная, ренальная и постренальная. Частота встречаемости этих причин в различные возрастные периоды, как мы видим на слайде, разницы. У новорожденных и детей раннего возраста чаще всего преобладают преренальные причины в 60% случаев, и я в последующем на них остановлюсь. Если брать детей дошкольного и школьного возраста, то здесь на первом месте по причинам ОПП – это ренальные причины. Что касается постренальных причин, то во всех возрастах детских и у взрослых на них приходится около 10%. Итак, преренальные причины. Первая группа из них – это нарушение системной гемодинамики, которые включают истинную гиповолимию. И здесь на первом месте вот эти 60% преренальная ОПН у маленьких детей приходится в большинстве случаев на состояние дегидратации, обусловленное поносом или рвотой, или токсикозами на фоне различных инфекций. Реже к этому могут приводить кровепотерия, ожоговая болезнь. Вторая группа – это снижение эффективного ОЦК при коллапсе и шоке. И хочу обратить ваше внимание, что эффективное федерационное давление складывается из разности. Это гидростатическое давление, которое составляет 55 мм ртутного столба. Это давление, которое противодействует ему давлению в капсуле Шумянского-Боумена, которое составляет 15 мм ртутного столба. И коллоидное давление в сосуде, которое составляет 30 мм ртутного столба. Таким образом, разница получается всего лишь 10 мм ртутного столба эффективное федерационное давление. Поэтому при гиповолимии или падении в системном давлении, когда снижается гидростатическое давление, то происходит выравнивание давлений внутри сосуда и снаружи, и это приводит к тому, что прекращается фильтрация, развивается олигурия. Какой же патогенез развития олигурии? Кроме того, если мы говорили о кровопотере и дегидратации, связанной со снижением ОЦК, то, например, при тяжелой миокардиальной недостаточности развивается снижение сердечного выброса. Снижение ОЦК, снижение сердечного выброса – все это приводит к снижению перфузии почек и других органов, приводит к активации симпатической нервной системы, затем ринен-ангиотензин-альдостероновой системы. Это все приводит к вазоконстрибции и развитию олигурии. Следующая группа причин проренального ПН – это снижение сердечного выброса без гипополемии. Это часто встречается у пациентов кардиохирургического профиля с тяжелыми пороками сердца. И проведение кардиохирургического вмешательства и восстановление контрактивной функции сердца приводит к восстановлению адекватного диуреза. Это могут быть из проренальных причин – изолированная ишемия почек, но очень редко, или смешанные причины. Ринальная группа причин. На первом месте стоят ишемические поражения почек. Это в том случае, если своевременно не будет ликвидированы пароренальные причины, через какое-то время развивается ишемическое повреждение. Почему? Потому что, обратите внимание, эфирентная артериола из клубочка уходит на кровоснабжение канальцев, прежде всего, проксимального канальца. И он является наиболее чувствительным к ишемии. И в первую очередь в поражении происходит нарушение со стороны проксимального канальца. Когда эти ишемические поражения почек мы видим в нашей практике. Это, например, у ребенка понос, рвота. Мама пытается его как-то лечить. Дает смерть, активированный уголь. Причем она считает, что это самое главное. Хотя самое главное – это то, чтобы он получал жидкость любыми путями. Если этот период, когда ребенок не получает жидкость, удлиняется до 6, 8, 10 часов, вот тогда может развиться это самое ишемическое повреждение, когда даже адекватная нагрузка жидкостью не приведет к восстановлению адекватного кровоснабжения почек. Что же развивается вследствие этого ишемического повреждения? В первую очередь вначале нарушается полярность, эпителия канальцев. В последующем происходит некроз клеток канальцев и апоптотическая их смерть в части клеток. Эти клетки начинают слущиваться в канальцах и приводят к нередкой закупорке различных канальцев в почек. Следующий момент. Если бы не было восстановления эпителия канальцев, то это повреждение приводило к тому, что почка в функциях никогда бы не восстанавливалась. Но у нас есть защитные механизмы, в последующем идет миграция, дифференцировка живых клеток и восстанавливается эпителия и полярность эпителия. И это приводит к тому, что на этой стадии у ребенка, если он был в анурии, у него не было мочи, то у него начинает появляться моча и начинает восстанавливаться функция почек. Следующие причины ренальные. Это заболевания паренхимы и интерстиция почек. Это наиболее частые причины ОПП у подростков. Сюда относятся иммунная гламуролопатия, то было интерстициальное поражение почек. Воскулиты, как сосудистые, например, системная красная волчанка, так и микроангиопатии. Наиболее часто у детей младшей возрастной группы это гемолитико-уремический синдром. Также токсические повреждения могут приводить к развитию ренальной ОПП. И третья большая группа причин – это пострональная, которые связаны с блокадой выведения мочи на различных уровнях. Это может быть уретральная, чаще всего это клапаны из триктуры уретры, фенос на уровне мочевого пузыря. Это может быть нейрогенный мочевой пузырь, закупорка мочевого пузыря с густком крови и мочеточниковые, как внутренние, так и наружные. На сегодняшний день выделяют понятие ОПН, оно осталось не только в лексиконе, но и в практике. И если мы на сегодня говорим об ОПН, то подразумеваем, как правило, ренальное тяжелое повреждение почек. Что касается преренального, постронального и ренального, то все эти причины могут быть и в первую и вторую стадию ОПП. Эти стадии, как правило, обратимы и не требуют проведения диализа. Если тяжелое ренальное повреждение, которое требует диализа, в этих случаях мы в клинической практике применяем термин старой ОПН. В клинике ОПП выделяют четыре последовательные стадии. Это начальную шоковую, обусловленную основной причиной, которая привела к ОПП, полигонурическую, восстановление диуреза и полиурии и четвертую стадию исхода. На начальной стадии шоковой, на передний план выступают симптомы основного заболевания. Например, это может быть бледность кожных, паковые, слизистых, тахикардия при кровотечениях, при гусе. Может быть желтушность сложных покровов, геморрагическая ссык, судороги при том же гус. Может быть снижение АД, потери сознания, бледность сложных покровов, холодные конечности при шоковых состояниях и другие клинические ситуации, которые могут приводить к ОПП. В олигонурическую стадию появляются признаки уремии, интоксикации и гипергидротации на фоне снижения диуреза и задержки жидкости в организме. Признаками интоксикации являются слабость, вялость, беспокойство или сонливость, снижение аппетита, тошнота, рвота и диарея. Признаками гипергидротации и активации ренина ангитезиодальдестороновой системы является артериальная гипертензия. У некоторых детей могут развиваться судороги. Задержка жидкости также сопровождается появлением отеков на лице, в конечностях. И в эту стадию могут развиваться жизнеугрожающие состояния, которые требуют немедленной или консервативной или заместительной почечной терапии. Такие состояния, как гиперкалиния, это как тяжелая гипергидротация с отеком головного мозга или легких, злокачественная артериальная гипертензия. Вторая стадия характеризуется нарушением большинства функций почек по поддержанию гомеостаза. Мы будем видеть задержку продуктов азотистого обмена, задержку ряда электролитов, нарушение кислотно-щелочного равновесия и водо-выделительной функции вплоть до анурии. Сейчас я хотел бы продемонстрировать изменения в биохимическом анализе ИКОС при ольго-анурической стадии ОПП. Как мы видим на слайде, при ольго-анурической стадии отмечается увеличение уровня кретинина и мочевины в крови. Кроме того, основным путем выведения таких электролитов, как калий, фосфор и магний, являются почки. Поэтому мы будем видеть увеличение этих электролитов. Если, конечно же, у ребенка не было других их потерь, например, поноса или рвоты, тогда мы можем не видеть повышения этих электролитов. Кроме того, у пациентов с ОПП тяжелое всегда развивается метаболический ацидоз, который оценивается по трем основным критериям. Это PH, это PCO2 и уровень бикарбоната крови и дополнительно дефицит бикарбоната. В данном случае мы видим, что отмечается выраженное снижение уровня бикарбоната в крови. Дефицит составляет минус 15. ВЕ. Компенсация идет за счет легких. Легкие пытаются вывести максимально из организма кислоту, которая представляет из себя углекислота. И поэтому мы видим снижение PCO2. То есть снижение PH, снижение PCO2 и снижение бикарбонатов – это классические проявления метаболического ацидоза с компенсаторным дыхательным алкалозом при олигронолической стадии ОПП. На данном слайде продемонстрировано то, что в острую стадию, на начальной стадии ОПП, могут быть очень серьезные и выраженные изменения в анализе мочи. В общем анализе мочи – это ребенок с не олигоанурической стадией ОПП. Но обратите внимание, какие здесь есть выраженные изменения. Моча мясных помоев, мутная, белок до 10 грамм на литр. Хочу подчеркнуть, что пациенты с ОПП в общем анализе могут иметь очень высокие цифры, вот в этой ребенке до 15 грамм на литр, но они, как правило, никогда не развивают нефротический синдром. Это проявление острого повреждения почек. Кроме того, как правило, мы видим различного вида цилиндры и практически всегда у пациентов с ОПП мы видим гематурию в различной степени выраженности. Третья стадия ОПП это стадия восстановления диуреза, трибут тщательного контроля за электролитным составом крови, потому что на фоне их высоких потерь с мочой требуется своевременное возмещение их. Также необходимо проведение профилактики инфекционных осложнений. Четвертая стадия это стадия исхода. О ней мы говорим после трех месяцев от дебюта ОПП. Часто у пациентов сохраняется остаточное явление в виде артериальной гипертензии, нарушение кислотно-щелочного равновесия, может оставаться небольшая протеинурия или гематурия. В некоторых случаях сразу после ОПП развивается хроническая болезнь почек вплоть до терминальной почечной недостаточности. На сегодняшний день мы проводим дифференциальную диагностику между преренальной и ренальной ОПН. И основной принцип заключается в том, что при ренальной ОПН, как я уже говорил ранее, происходит повреждение проксимального каналица, где происходит реабсорция 65-75% натрия. Если произошло здесь повреждение, то мы видим в конечной моче увеличение экскреции натрия. Как это оценивается? Это представлено в данной таблице. Во-первых, при преренальной ОПП, как правило, не нарушается концентрационная функция, мы будем видеть высокую удельную плотность мочи. И здесь концентрация натрия будет при преренальной ОПП в норме, при ренальной она будет повышена. Наиболее точным критерием оценки экскреции натрия является фракционная экскреция. Формула ее представлена на слайде, которая также отражает увеличение экскреции при ренальной ОПП. И концентрационную функцию будет характеризовать также осмолярность мочи. Честно говоря, в практике мы на сегодня очень редко пользуемся именно вот этими подходами оценки натрия. Почему? Поскольку появились новые маркеры почечного повреждения. И обращаю ваше внимание на этот слайд, большинство этих маркеров направлено на оценку повреждения именно проксимального канальца. И есть ферменты проксимального канальца, и есть мегалинсвязанные протеины повреждения этого канальца. Наиболее часто и хорошо известно в практике это мегал, это цистатин С, микроглобулины БТ2 и А1 микроглобулин. Для оценки клубочковой фильтрации используются гуморулярные маркеры, такие как ретинин и цистатин С. Что касается других канальцев и их маркеров, то для оценки их повреждения это единичные маркеры используются. Мегал – это нейтрофильный желтназо- ацетированный липокалин. В норме он стимулирует дифференцировку и структурную реорганизацию эпителиальных клеток почечных канальцев. Вот как раз-таки, когда происходит повреждение канальцев, сразу же начинает вырабатываться в больших количествах мегал, чтобы привести к появлению новых клеток и их дифференцировки. При ОПП повышаются уровни нгал, как в крови, это в десятки раз, а в моче уровень его увеличивается в сотни раз. И самое важное, то, что повышение уровня нгал как в крови, так и в моче отмечается уже в ближайшие часы после этого самого повреждения. Второй маркер – это цистатин С. И цистатин С показывает наиболее ранних стадиях ухудшения, снижения скорости клубочковой фильтрации, повреждения почек, чем креатинин. Вот в данном случае, если паязона, например, при фильтрации 61,70, мы видим еще нормальный уровень креатинина, в то время как цистатин С нам будет показывать, что будет повышен и будет говорить о том, что имеется повреждение ОПП. Цистатин С не является непосредственным маркером паренхохиматозного повреждения, отражает изменение скорости клубочковой фильтрации и в настоящее время является самым точным эндогенным маркером скорости клубочковой фильтрации. Он относится к белкам семейства цистатином, синтезируется всеми ядрами, содержащими клетками, с постоянной скоростью, свободно фильтруется в клубочках, не секретируется канальцами, в отличие от креатинина, который начинает секретироваться на преддиализных стадиях и диализных стадиях ХБП, имеет стопроцентный клинин, то есть полностью фильтруется в почках. И в отличие от креатинина, не зависит от мышечной массы, возраста ребенка и пола ребенка. На данном слайде продемонстрирована диагностическая значимость этих маркеров в постановке диагноза ОПП. Как мы видим, уже через 2 часа после повреждения, это часто маркер используется в кардиохирургии, после проведения кардиохирургических операций с искусственным кровообращением, вот в течение 2-6 часов после операции по уровню НГАЛ можно определить, было ли острое почечное повреждение или нет. Кроме того, если посмотреть на уровень цистатино-С, то он повышается в крови через 12 часов после повреждения. И самым поздним маркером ОПП является креатинин, который повышается в крови, как я уже говорил, при выключении 50%, не менее 50% нефронов, и это происходит через 24 часа и позже. При поступлении пациента в стационар, в любой районную, областная клиника, в первую очередь мы должны провести дифференциальную диагностику между прорональной, рональной и пострональной ОПП. Что для этого используется? Поскольку, как я уже говорил ранее, чаще всего причиной является дегидратация на фоне поноса, рвоты, необходимо проведение инфузионной терапии. Но прежде всего мы должны оценить ребенка, оценить степень его дегидратации для того, чтобы определиться с объемом инфузионной терапии. Кроме того, при поступлении в стационар мы обязательно возьмем общий анализ крови, кислотно-основное состояние, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, если она есть. И если мочи нету и родители отмечают, что ее давно не отмечается, то необходимо привести катализацию мочевых пузыря, чтобы наладить оценку скорости диуреза по-часовую. Необходимо обращать внимание, проблемы возникают у маленьких детей до года, которые пользуются памперсами. И в данном случае всегда мы спрашиваем родителей, как наполняемость памперса, поменялась ли она. И обычно родители говорят, что вот, например, с ночи памперс практически сухой, и это нас наталкивает на то, что уже у ребенка достаточно длительный период времени не имеется олигурия. Итак, после того, как мы взяли анализы, начинается инфузионная терапия, достаточно в большом объеме, это 10-20 мл на килограмм в час, как правило, используется физиологический раствор, и через 2 часа мы оцениваем эту терапию. Если скорость мочеотделения стала больше, чем 1 мл на килограмм в час, то мы говорим о том, что это прорывная ОПП. Если нет, мы вводим фуросемид 1-2 мг на килограмм и смотрим за диурезом. Если он не увеличился, олигурия остается, мы продолжаем инфузионную терапию еще 2 часа и повторяем то же самое. Если он начал давать адекватный диурез, значит, прорывная ОПН. Если нет, даем фуросемид, оцениваем тоже эту ситуацию. Если все-таки диурез неадекватный, мы капаем этого ребенка еще 2 часа. И через 6 часов обратно же такая же самая оценка. Если ребенок за вот этот период на фоне инфузионной терапии дал адекватный диурез, значит, у ребенка прорывная ОПП, и он может дальше находиться в стационаре и продолжать лечение кишечной инфекции, что чаще всего и наблюдается в инфекционных стационарах детских. Если же диурез неадекватный или он отсутствует, вот за этот период, начиная с 2 до часов, до 6, вот за эти 4 часа, всегда в любой клинике есть возможность провести ультразвуковое исследование ребенку. Оценивается прежде всего размеры лоханок. Если лоханки большие и по мере инфузионной терапии размер их может увеличиваться, это является признаком обструкции. Тогда мы начинаем думать о том, что это постронально ОПП, и тогда этот пациент должен быть направлен в урологическое отделение, как правило, для катеризации мочевого пузыря и в последующем, если не будет получено мочи, то и проведение нефростомии, постановки нефростом с двух сторон для разгрузки обеих почек. И третий вариант. Если у нас на УЗИ все хорошо, ну как хорошо, то есть лоханки не расширены, второй момент, пациент не ответил на инфузионную терапию, то мы констатируем ренальную ОПП, и в данном случае ребенок должен быть направлен в диализный центр для решения вопроса о необходимости проведения заместительной почечной терапии. Вот на сегодняшний день мы пользуемся таким алгоритмом, и он работает, и он позволяет достаточно быстро направить ребенка в нужную инстанцию, или оставить на месте, или в урологическое отделение, или в диализное отделение. На этом я хотел бы закончить свою презентацию. Надеюсь, она была вам интересна и полезна, и я с большим удовольствием готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok